Десять телефонов и каля 20 вузных зворотов разглядил Анатолий Маркевич учась приема Жихару Столиншины по собистых пытаниях. Их тематока и градус вастрыни проблем, як из-за усёды были розные. Тычилися выплаты алиментов, наличения пенсий, процелоткования, корыстания майомастю, захавания дзеючага законодавства сферы будавництва и оказания послух. Адразу некалькі пытания ускоранули тэму социальной патрымки розных категорий насельництва. Гэта сироты, шмадетная и молодые семьи. Одной из таких з'является и семья молодого столинского урача Татьяны Шабунька. На прием до помощника президента матья двух дятей пришла по допомогу у отрымані и льготнага крэдита на протяг будавництва уласнага жилога дома. У меня на зарплату врача. Ему ж тоже на возработе работают нет. Прошу кредит под такой процент, чтобы я могла платить день. А какой кредит вам предлагают? Ну, обычные условия. Там выходит 800 или 1000 рублей в месяц. По словам старшини Столинского райвыконка Марыгора Протасавицкого, у районе сегодня наличивается амаль 2500 семей, які амаюць потребу у поляпшыні жилёвых умов. Амаль тысяча зых – гэта шмадетная. Их интересы у праерытэце. Али анават гэтым семьям для отрымання ильготнага альбо социального жиля необхудна становіцца у чаргу. И отрымливается, что остатним категориям семей да помахчись соня складано. Вы, пожалуйста, сделайте выборку по Солинскому району. И я данный вопрос озвучу на уровне главы администрации президента. Что может в этой ситуации, может быть, не сразу, но постепенно, не понимать проблемы масштаба страны, какова эта проблема, и что необходимо для её решения. А вот жихарцы Столина Таисия Кособутская, якая попрасіла удосконалець руха городского транспорту, Анатоль Маркевич побяццаў разабрацца крыху пазней, пасля высвятлення усіх окалічностей. Свае пропановы і пытані памошніку президента дарэчы змаглі задаць не тулькі Столінцы, али і жихары вёсак Хорс, Кальшаны, Малые Орлы, Талмачева, Велемічаў, Бухлішаў і городского пасёлка Рэчыцы. Татьяна Будухусаім, Уладислав Бундар, Александр Дзяшенко, Телерадиокампания, Брест.